Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Михаил Журавский Здравствуйте Власти Севастополя рассказали, как будет работать система оповещения о воздушной тревоге Специальный протокол действий утвердили в понедельник на аппаратном совещании в городском правительстве Как рассказал Михаил Развожаев, в минувшие выходные прошло заседание оперативного штаба Его участники еще раз дифференцировали поступающие от военных сигналы И приняли решение, когда включать сирены и громкоговорители региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Надо четко понимать, что в момент поступления такого сигнала, для того чтобы провести все мероприятия, есть от получаса до 50 минут Но так минимальное время это 50 минут от того, как такой сигнал будет поступать Соответственно, теперь, что касается сигнала Сигнал о запуске сирены у нас запускает единая диспетчерская служба, ЕДДС, служба 112 Которая подвезется на департамент общественной безопасности Команду на запуск оповещения даю лично я, понимая, что уровень угрозы соответствующий СМС-рассылку задействовать не будут, уточнил Михаил Развожаев В случае информации о воздушной тревоге сообщения доходят в течение часа и в данном случае неэффективны У нас три типа оповещения, еще раз, телеграм-канал губернатора, то есть мой телеграм-канал, где будет даваться эта информация Одновременно будет запускаться сирена и осуществляться перехват вещания федеральных телеканалов И там будет идти ролик, который будет дублировать оповещение и сообщать о порядке действий И одновременно перехват сигнала региональных телеканалов и радиостанций Где также будут озвучиваться соответствующие речевые модули и будет демонстрироваться ролик На аппаратном совещании были продемонстрированы соответствующие видеоролики Первый – звук сирены с оповещением о воздушной тревоге После того, как военные дают сигнал об отмене, режим воздушной опасности снимается По словам Михаила Развожаева, сирена выключается, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги Сигнал объявления тревоги и снятия различаются как по визуальному оформлению, так и по голосовому Кроме того, на аппаратном совещании губернатор еще раз поручил сосредоточиться на работе с укрытиями На этой неделе управляющим компанией, Евгений Сергеевич, вам и уважаемые главы, вам просьба сосредоточиться на отработке еще раз укрытий Мы понимаем, что у нас и я лично тогда в некоторые районы выезжал, и в Гагаринском был, и соответственно на северной стороне Не все дома у нас имеют подвалы, которые могут служить укрытиями Люди должны понимать свой маневр, либо это ближайшее здание, государственное учреждение, либо частное учреждение В общем, каждый должен понимать свой путь Это работа, которую надо сделать вплоть до каждого дома Старшие, соответственно, старосты домов и так далее Особое внимание на состояние укрытия Михаил Развожаев попросил уделить в Гагаринском, Нахимовском и Ленинском районах города Также городоначальник дал поручение исполняющему обязанности вице-губернатора Павлу Иена провести работу с перевозчиками общественного транспорта Севастополя Там, Павел Александрович, по поводу общественного транспорта были большие нарекания у людей Что не останавливались сами, и мало того, даже не выполняли требования пассажиров Когда, ну, соответственно, все получили информацию в пятницу, и в том числе в субботу С этим надо отработать отдельно Ну, я уже такую команду вам давал в субботу, соответственно Чтобы транспортники, городской транспорт, любой, неукоснительно выполняли соответствующие вещи Потому что, естественно, если в поле взрывной волны попадет транспортное средство Там от переворачивания до стекол и всего остального То есть люди могут пострадать Поэтому еще раз во имя, так сказать, максимальной безопасности и требования тоже надо выбрать В правительстве Севастополя уточнили характер ущерба, которому подверглась городская инфраструктура из-за ракетного удара Соответствующая информация была озвучена на аппаратном совещании в понедельник, 25 сентября Последствия все ликвидировали Тем не менее, там еще у нас был ущерб многоквартирным домам Стекла повылетали, соответственно, крыши кое-где повреждены Это, конечно, надо будет все привести в порядок за счет городского бюджета С подробным докладом на аппаратном совещании выступил исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Горлов У нас 7 квартирных жилых домов, 1 частный дом, 16 квартир, 23 окна пострадали Где-то повреждения внутренние в квартирах, это потолки Значит, у нас одна крыша на квартире на жилом доме, одна крыша на частном домовладении Где осколки повредили покрытие Сейчас идет уже закупка материалов И мы на этой неделе планируем закончить, в принципе, все остекление Для того, чтобы жители не страдали Если дождь, не дай бог Сейчас работа эта ведется, материалы сейчас приобретаются И, соответственно, мы планируем до конца недели всю эту работу завершить Кроме того, Евгений Горлов подвел итоги уборки после ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота А также после падения части ракеты возле театра имени Луначарского Также мы провели оперативную уборку на придомовых территориях Самой городской инфраструктуры порядка 5000 квадратных метров Мы за два дня полностью очистили от элементов И, соответственно, уже утром люди пользовались инфраструктурой Мы отключили 152 дома от газоснабжения В течение суток мы восстановили, полностью обошли все 152 дома Подключили индивидуально с каждым собственником Отработали люди адекватные Открывали квартиры, предоставляли удостоверение обязательно Проверяли и, соответственно, отпускали, чтобы проверить оборудование На предмет работоспособности или наличие учетчика Напомним, оперативную информацию о ситуации в городе Вы всегда можете найти в нашем телеграм-канале НТС Новости Также публикуем официальную информацию о возможной ракетной опасности Вы можете отсканировать QR-код на экране, чтобы легко найти и подписаться на наш ресурс Воздушная тревога прозвучала в Севастополе 26 сентября В преддверии дня работника дошкольного образования В этот момент в Севастопольском центре культуры и искусств Должно было состояться награждение лучших воспитателей нашего города Организаторы приняли решение перенести празднование на другой день Тем не менее, детский психолог с 20-летним стажем Ольга Нерадько Рассказала, что ничто не может испортить профессиональный праздник Такие мероприятия показывают престиж нашей работы Конечно, приятно, когда вас оценивают по достоинству Таких педагогов у нас достаточно много в Севастополе То есть это показывает, что все равно профессия пользуется спросом Поэтому пусть она остается такой же престижной и дальше Работникам дошкольных учреждений предложили спуститься в подвальное помещение Севастопольского центра культуры и искусств Или пройти в ближайшие укрытия Отменить, конечно, нужно было безопасность прежде всего Но я думаю, что мы еще раз встретимся однозначно Все равно мы увиделись, пообщались Была репетиция, все равно люди друг друга знают Кто на что способен И все достижения друг друга мы уже видели Практическую значимость исследований Мирового океана Обсуждают участники конференции «Моря России. От теории к практике океанологических исследований» Ежегодная встреча ученых со всей страны Проходит на базе Морского гидрофизического института Российской академии наук С 26 по 29 сентября с докладами выступят около 130 участников Ученые Севастопольского морского гидрофизического института РАН Занимаются комплексным изучением Черного моря И применяют полученные знания на практике Часто работают исследователи совместно с коллегами из разных уголков нашей страны Так, одним из последних важных проектов Стало изучение акватории Черного моря у берегов Крыма После разрушения Каховской ГЭС И стоял вопрос, то ли закрывать наш пляжный сезон И никого не пускать на пляж То ли можно обеспечить, быть уверенным, что вода будет достаточно чистая Вот одно из наших приложений, мы работали на протяжении двух месяцев И постоянно показывали для Роспотребнадзора, что опасности не будет Мы отслеживали, куда переносятся эти загрязнения, как переносятся, с какой скоростью И где они могут представлять опасность, не у берегов Крыма И что у берегов Крыма они не представляли опасность Ну вот, как бы, мы изучаем моделирование, мы изучаем перенос воды А все заканчивается тем, что мы выдаем вполне понятные, нужные всем результаты наших исследований Обмениваются знаниями с коллегами из ведущих научных и образовательных организаций страны Передают опыт молодым ученым и обсуждают практическую значимость исследований Сотрудники гидрофиза на ежегодной конференции «Моря России» В этом году она проходит на базе института с 26 по 29 сентября Участники встречи выслушают и обсудят около 130 докладов Доклады все должны учитывать, а исследователи должны думать Как нам наши науки, наши знания, наши результаты адаптировать к той технологии, которая сегодня То и к прикладным задачам, и нашим прикладным, и военно-морского флота, и береговой обороны Те события, которые сейчас идут, мы надеемся, что будет победа И мы должны ускорять Для этого все должны участвовать, включая ученых Академии наук Ну и, наконец, предельно важное направление, это оно совместно Это спутниковые исследования, когда мы с помощью спутниковых наблюдений Мы не можем отслеживать, что происходит на площади всего моря, по крайней мере, на самом деле И любого другого района мирового океана, но мы пока говорим про Черное море И модели, которые позволяют предсказывать, прогнозировать, какие явления, какие процессы протекают В научной конференции «Моря России» от теории к практике океанологических исследований Участвуют специалисты в области океанологии, физики моря, географии океана и биогеохимии Ученые приехали в Севастополь из разных городов страны Несмотря ни на что, мы проводим нашу научную конференцию То есть, каждый выполняет свою работу, а мы выполняем свою И это показывает, что жизнь вообще, и в частности наша научная жизнь, она протекает вполне нормально Конференции такого масштаба служат площадкой для поиска оптимальных решений существующих проблем океанологических исследований И дают стимул к поиску новых идей Валерия Сладотенкова, Севинформбюро Севастопольские пожарные эвакуировали из горящего жилого дома на улице генерала Хрюкина 17 человек и их домашних питомцев Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, 25 сентября около 15 часов В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России Поступила информация о черном дыме из окна многоэтажного здания К месту происшествия выдвинулись два отделения и автолестница первой пожарно-спасательной части Одно отделение второй пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ Специалисты выяснили, что горит квартира на шестом этаже Подъезд сильно задымлен Применив аппараты защиты органов дыхания и зрения, огнеборцы вошли в здание и подали ствол на тушение Одновременно с этим началась эвакуация жильцов соседних квартир Многие из которых выходили на свежий воздух со своими собаками и кошками Пламя было локализовано в кратчайший срок Площадь пожара составила 30 квадратных метров Полностью огонь был потушен в течение часа К работам привлекались 15 человек и 6 единиц техники Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются Лидер южной подгруппы Леон второй лиги Б проиграл в Севастополе Наша команда 23 сентября на домашнем стадионе принимала Кубань Холдинг Идущую на первом месте в турнирной таблице В гостевой встрече с этим соперником Севастопольцы потерпели сокрушительное поражение за счетом 7-0 И теперь им предстояло реабилитироваться перед родными трибунами Да, сегодня мы выходили с максимальным настроем Все были настроены только на победу, на достижение ее И я считаю, парни на 100% свою задачу выполнили Отдавались на все 100 и я их благодарю Севастопольцам удалось забить быстрый гол На 13-й минуте затяжная атака завершилась точным ударом Максима Супруна С линии вратарской площади В этом матче моряки действовали предельно организованно Сознательно выбрав тактику игры на контратаках Гости же в основном напрягали нашего голкипера ударами издали С которыми 19-летний страж ворот Севастополя уверенно справлялся Атмосфера здесь стояла сумасшедшая, великолепная Стадион, болельщики, приятно играть здесь Но не могу сказать так же о поле Качество поля ужасное Потому что футбол, который мы проповедуем Средний короткий пас, на нем невозможно играть Вбегание быстро За спину тоже защитники должны подниматься высоко Создавать преимущество на флангах Но, к сожалению, мы это не удалось сделать Еще раз говорю, поле очень ужасного качества То есть передачи дробили, ну, мало того, что борьба с мячом Еще и нужно было с полем бороться Отметим, что подготовка гостей к этому матчу выдалась скомканной Коллектив Кубань-Холдинг приехал в Севастополь в пятницу Когда по нашему городу был нанесен ракетный удар Отель команды оказался в эпицентре тех событий Неспокойно было и утром 23 сентября, в день игры Тем не менее, матч состоялся Севастопольцы вновь показали одну из лучших посещаемостей в лиге А наша команда сумела добыть столь важную победу Мы всегда играем для своего города Но эта победа именно сегодня Именно для города Для всех болельщиков Для жителей, для туристов, кто приехал Поэтому мы с ребятами Мы с ребятами готовились к этой игре И сегодня принесли эту победу городу Успех в поединке против лидера не помог подняться севастопольцам в таблице Но несколько поправил турнирное положение нашей команды 30 сентября подопечных Станислава Гудзикевича ожидает гостевой поединок в Майкопе против местной дружбы А 7 октября в рамках Леон 2 Лиги Б состоится Крымское дерби Севастополь примет Ялтинский рубин Во многом эти матчи станут ключевыми для нашей команды в борьбе за попадание в тройку лучших Ну а к этому часу все За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро Я напомню, телефон на редакции Городской 59060 Мобильный Плюс 797893131 Уточнить информацию или оставить свою Вы можете на нашем сайте НТСДФИСТВ.КОМ Ждите новостей и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова